Всем привет! Сегодня у меня начинается новая рукодельная неделя и начинается она у меня с Бабы Иги от фирмы Панна. Снова в игре Выше Псё, которая проходит у меня в группе ВКонтакте, выпала шестерочка, а именно под этой цифрой живет у меня Баба Ига. И хотя для этой недели я придумала другую концепцию, спасибо всем, кто написал о том, что понравилась идея тематических недель, мне тоже понравилась, хотя я немножко испытываю затруднения с придумыванием новой тематики для очередной недели, но есть еще пока вариантики, поэтому продолжим, потом, может быть, будем повторяться. И я придумала другую концепцию, то есть еще до того, как я бросила кубик, я думала о том, что хочу повышевать процессы с животными на этой неделе, в свои работы, в которых есть животные. Но вот у Бабы Иги здесь животных нет, но думаю, ладно, не страшно, значит, повышеваю Бабу Игу, потом перейдем к работам с животными, выберем задание из ваших комментариев, если там выпадет что-то без животных, также повышеваю. Ну, то есть помимо вот сюжетов, которые я выбираю случайным образом, остальные я буду брать те, в которых присутствуют животные. Все, наверное, не успеют. Ну, в общем, начинаю я с Бабы Иги. На данный момент у меня готово 9%. Работа выглядит вот таким вот образом. И я буду продолжать вышивать вот эту вот травушку-муравушку. Видимо, продолжу сюда, доберусь. Я здесь вышивала тремя цветами, и вот этими же тремя цветами я тоже продолжу вышивать эту часть. Думаю, что, ну, вот сколько удобно мне будет вышить именно ими, столько я и продолжу. Дальше посмотрю, скорее всего, тоже добавлю какой-то фоновый цвет, наверное, более темно-зеленый. И еще повышеваю им. Хочу вот заполнить максимально фон, а потом уже перейти к более мелким деталям. Здесь, с одной стороны, это и интересно, потому что можно угадывать. Видите, да, здесь вот грибочек появляется, вот здесь грибочек появляется. Вот здесь дерево появляются, ветки такие. То есть это тоже любопытно. А с другой стороны, это еще и удобно будет мне впоследствии. Потому что, когда у меня таким образом разметка, скажем так, сложится, то я смогу легко брать светлую какую-нибудь ниточку и вышивать все ножки у грибов красную ниточку, вышивать все именно красным цветом. Потому что здесь в одном грибочке там несколько крестиков одного цвета. И чтобы не менять эту нитку часто, максимально охватить все вот это пространство, мне так будет удобнее. Вот такой у меня здесь план. То есть в этом сюжете хочу сделать тысячу крестиков. Ну как бы у меня стоит такая норма по этой игре, тысяча крестиков. Поэтому буду вышивать именно тысячу. Ну и помимо этого, далее я все-таки хочу взять процессы с животными. Здесь есть сложность. У меня много процессов с животными. У меня есть три сюжета, которые вот именно животные чисто. Это лесной сэмплер от Анкор. Там много животных. Коты в тыквах, понятно, там коты. Марокканские лошадки. То есть это именно лошади. Дальше у меня есть сюжеты, в которых присутствуют животные. Например, Санта Атыны Байденко. Там есть собачка. Собачка уже вышита, но тем не менее это сюжет с животным. Братство кольца. Там, конечно, в основном люди. Но там есть лошадь, пони, если быть точнее. Там Сэм ведет под узцы именно пони. То есть тоже животное есть. И северная сказка. Сюжет от золотых ручек. Там главный персонаж, это, конечно, вот эта замечательная девушка. Но там есть олень. Он, да, немножечко на заднем фоне. И там до него мне еще шить-шить. Но тоже сюжет с животным. Помимо этого у меня еще есть орел и дракон. Но мы там как бы их уже не будем рассматривать. Потому что орел все-таки это птица, а дракон мифическое существо. Уже их отбросили. Но даже без них у меня получается шесть сюжетов, в которых присутствуют животные. Я не уверена, что я успею повышевать их все. Но я начну с тех, где животных максимально много. А там дальше уже посмотрим, что успеется. Итак, следующим сюжетом будет, как я думаю, вы уже догадались, лесной сэмплер от Анкор. Конечно же, это максимальная концентрация животных во всех моих процессах. Такого больше нигде нет. Хотя, опять же, вышивать я буду в этот раз не животные. Ну, вот давайте на них полюбуемся. Здесь видны и олени, и лисичка, и барсук. Но теперь я перейду вот в эту часть. Буду вышивать то, что расположено над барсуком. Вот эти вот цветочки, колокольчики у меня вышиты. А дальше мне предстоит вышивать вот эту вот ветку. Ну, к сожалению, вот такая тоже не самая интересная часть, но необходимая. Поэтому сосредоточусь на ней. Я думаю, мне ее более чем будет достаточно в этот раз. Так что продвину лесной сэмплер. Ну, насколько смогу, настолько и продвину. Но если получится вышить ветку целиком, было бы очень и очень круто. Так, это первый сюжет с животными, который я возьму. И второй сюжет с животными. Это коты и тыквы. Не самый мой любимый сюжет, но тоже хочется его завершить. Чтобы уже он как-то мое внимание на себя не оттягивал. И чтобы немножечко о нем забыть. Ничего сложного, ничего такого критично неприятного у меня связанного с этим сюжетом нет. Просто как-то он у меня скучновато вышивается. Не совсем мне нравятся оттенки ниток, как выглядят, как ложатся. То есть на котах мне все нравится. Вот тыквы у меня немножко вызывают вопросики. Как-то я ожидала несколько иного эффекта. И здесь мне вышивать как раз надо будет кота. То есть я сдвинусь, думаю, в этот верхний левый угол. И там как раз будет следующий котик. Поэтому буду вышивать кота. Наверное, вот кота вышью, будет уже хорошо. Еще плюс в чем этого сюжета. Его довольно удобно брать с собой на вышивальные встречи. Как раз в это воскресенье я собираюсь на встречу. Поэтому вот собственно котики со мной снова пойдут именно туда. Поэтому эту работу я тоже продвину. И дальше мы посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Что выпадет из ваших комментариев. Как-то согласуется это с моей концепцией недели или нет. И после того, как я узнаю задание из комментариев, я выберу сюжеты для дальнейшего продвижения. Ну что, первая половина недели прошла. Давайте посмотрим, что получилось сделать. В первую очередь я занималась бабушкой. И здесь максимальное продвижение из всех процессов. Сделала я в общем-то только необходимую норму. 1067 крестиков. Давайте посмотрим, как работа выглядела у меня до этой тысячи крестиков. И теперь она выглядит у меня вот так. То есть по сути я вышивала теми же цветами абсолютно. Те же самые три цвета. Два чистых и бленд из них. И продолжила вышивать вот в эту сторону. С этой стороны я полностью их вышила. А вот здесь как раз я думала, что не буду дальше идти вышивать этими цветами. Но так как у меня ниточки оставались, то я отступила все-таки и начала или продолжила вышивать тоже и здесь. И по идее можно продолжить и дальше вышивать именно этими цветами. Ну либо можно взять другой оттенок зеленого или не зеленого. Здесь конечно уже вариантов масса появляется. И вышивать именно нижнюю часть. Я склоняюсь к тому, что в следующий раз возьму все-таки уже другой оттенок зеленого. Здесь еще есть более темный цвет, по-моему зеленый. И закончу вышивать фон. Возможно уже начну вышивать грибочки. Я думаю, что здесь уже отчетливо видно грибы. Вот, вот здесь, вот здесь. Прямо здесь много с этой стороны грибочков. Здесь поменьше. Ну и вот это вот дерево по-прежнему тоже проглядывается. Вот это вот дерево. И вот с этой стороны много грибочков, которые удобно вышивать параллельно. Можно, конечно, еще и рамочку вот здесь продвинуть тоже. Потому что пересечения в грибах, в оттенках тоже есть на рамке и вот здесь. Чтобы их вышивать уже все разом. Можно так сделать. Вот, ну, может быть, пока не самое интересное появляется на этом сюжете. Но работа продвигается. И это очень-очень радостно. Продвигается она пока хорошо, легко, приятно, без какого-либо напряжения. Просто совсем. Поэтому я с удовольствием жду встречи дальнейшей с Бабой-ягой. Я пока ее буду брать, наверное, только если вот она мне будет выпадать. Не основной мой сейчас процесс. Поэтому только надежда на какие-либо игры. Но вот несколько последних недель ей везло. Продвижение очень даже значительное. Дальше. Дальше я вышивала котиков. Коты и тыквы. Здесь мы не будем смотреть, что у меня было до. Потому что раму я переставила все равно. И я перешла к верхнему левому углу. До угла еще не дотянулась. Вышила совсем немного. Ну, как немного. 613 крестиков я вышила. Тоже, в общем-то, очень даже неплохо. Вышивала только на вышивальной встрече. То есть вот сколько успела за встречу сделать, столько и все. Я тут как-то метала, с чего мне начать. В итоге начала вот с тыквы. Это тыква будущая. Потом вышила вот эту веточку. И решила вышивать кота. Хвост кота вы уже можете видеть. И тыква здесь прям совсем теперь легко будет там зашиваться. Внутри одним, кажется, цветом. Только хвостик у тыквы будет вышиваться другим оттенком. Ну, и котиков я тоже уже как-то привыкла. И они вышиваются совершенно несложно. Поэтому надеюсь, что дальше работа будет продвигаться, может быть, уже как-то быстрее. На встрече говорили с девочками о том, что у некоторых к концу работы появляется такой азарт. Поскорее закончить. И я поняла, что у меня нет азарта. Пока, наверное, не по поводу одной работы. Вот это ощущение, что я вышиваю, мне все еще много остается. Ну, вот прям на встрече я посмотрела, сколько мне здесь оставалось на тот момент. Оставалось 4000 крестиков. Я говорю, ну, какой тут азарт. Вот совсем как-то не возникает. В отношении этой работы азарт пока у меня не возникает точно. Хотя хочется уже тоже работу дошить, чтобы о ней просто как-то отложить ее и не думать о ней. В общем, не очень она меня впечатлила. Ну, и еще один сюжет, который я вышивала. И здесь мы тоже, наверное, обойдемся без просмотра до. Это лесной сэмплер от Анкор. И так как я в прошлый раз закончила вот эту серединку и сейчас перешла к вышивке вот этой ветки, то я сместила раму. Теперь моя работа выглядит вот таким вот образом. Ветка очень даже хорошо обозначилась. Я вышила на ней, наверное, основное количество крестиков и четвертинок. Здесь у меня получилось 870 крестиков. Вроде бы не очень много. Но какие были это крестики? Я посмотрела специально, то есть по саге там можно посмотреть, какие стежки вы вышивали. Я посмотрела, что именно крестиков вот в этом сюжете на данный момент я вышила 597. А четвертинок, то есть 3 четверть креста, я вышила 545. Немногим меньше, практически одинаково. 597 и 545 крестиков и 3 четверть крестики. Очень много их было. Огромнейшее количество, конечно. Я когда в схеме выделила нужный мне цвет, я поняла, что нужно быть очень-очень внимательной. Потому что у меня был страх ошибиться довольно сильный. Но в целом получилось у меня все неплохо. В том смысле, что ошибок почти не было. Я немножко запуталась где-то вот в этом элементе. И честно, не распуталась. То есть запуталась, немножко как-то по-другому чуть-чуть сделала. И оставила. И решила, что это ветка. Здесь это не критично. Там какие-то несколько крестиков или четвертинок большой роли не сыграет. Все остальное я делала именно четко по схеме. Я не вышивала пока здесь двумя цветами. Этих двух цветов здесь было много. Вот плюс в этой ветке, что хотя бы здесь есть цвета, которых много. И я вот эти два цвета вышила полностью. Дальше буду уже добавлять цвета, которых намного меньше. Есть здесь и одиночки тоже, по-моему, встречаются. Но это не самое страшное. Здесь самое такое основное. Это, конечно, количество четвертинок. Но, надо сказать, вышивались они у меня вчера хорошо, бодренько. Да, не очень быстро. Но, в целом, даже скорость была, наверное, неплохой, можно сказать. И вот здесь я как раз словила азарт. Мне прям хотелось уже эти цвета дошить. И я была настроена это сделать. Пока не сделала, не успокоилась. Но мне хочется и остальные цвета. То есть, вот эту веточку мне хочется дошить скорее. То есть, я действительно поймала какой-то азарт. И, несмотря на эти четвертинки, или, может быть, благодаря им, у меня было ощущение, что ничего, все нормально. Я совсем справлюсь. Все идет хорошо. Пока все классно. Так как я вышиваю без разметки, я ориентируюсь на вышитые крестики. И у меня уже автоматически происходит, как бы это сказать, вот это согласование с уже вышитыми крестиками. То есть, когда я заканчиваю какой-то мини-элемент, какую-нибудь там полосочку, не знаю, веточку очередную, я смотрю, совпадает ли она так, как нужно, с уже вышитыми элементами. По горизонтали, по вертикали, по диагонали там иногда. Ну, то есть, вот так вот. Это как-то отсекается уже практически на автомате. И я, когда вышивала, так я думаю, ну, все нормально, все вроде бы сходится, все хорошо. Ну, вот здесь был небольшой казус, но я решила, это не смертельно абсолютно. Поэтому есть у меня азарт в отношении этого процесса. И это, конечно, очень и очень приятно, потому что не всегда в отношении этой работы такое ощущение имеется. Вот такие продвижения у меня получились за эти дни. Они, может быть, не слишком большие, но тоже значительные, значимые для меня. И сейчас мы будем выбирать задания из ваших комментариев. Спасибо огромное всем, кто написал комментарии. Комментариев в этот раз много. И многие ответили на мой вопрос по поводу вышивки ниточкой с переходом. То есть, как вам больше понравились одни цветочки или другие. И, в общем-то, как я и предполагала, были различные варианты ответов. Наверное, больше все-таки, ну, да, точно было больше людей, которым понравились цветочки с правой стороны, с более такими плавными переходами, более, ну, скажем так, продуманными. Но были люди, которые сказали, что наоборот, вот полосатенькие цветочки нравятся как раз своей полосатостью. Я согласна, в них есть тоже своя прелесть, свой шарм. Поэтому я изначально не собиралась ничего перешивать, потому что, ну, не было у меня ощущения, что одна или другая сторона как-то ужасно смотрится. Абсолютно нет. И то, и другое смотрится хорошо, просто по-разному. Кому-то понравились оба варианта. Как раз сказали, что здорово, что с одной стороны так, с другой это. И некоторые просили рассказать более подробно, как я вышиваю. И я думаю, что, пожалуй, я созрела к тому, чтобы снять видео о вышивке нитками с переходом, как это делаю я обычно, да, и какие варианты я использую. Потому что я использую много вариантов вышивки такими нитками. Если вам эта тема интересна, откликнитесь, пожалуйста, тоже в комментариях, чтобы я понимала, что такое видео действительно нужно. Несколько человек об этом писали вот под прошлым видео. Ну, хотелось бы знать, нужно ли это и кому-то еще. Ну, а сейчас мы переходим к выбору. Да, за что вы голосовали? Больше всего голосов было за гортензию и лесной сэмплер. Ну, я так понимаю, за гортензию, потому что весна, за лесной сэмплер, потому что в этот раз многим понравилась вот средняя часть уже в готовом виде. И как-то новая волна любви, наверное, вспыхнула к этой моей работе. Так, за что еще были голоса? За братство, за шале, за остальные процессы тоже голосовали, но меньше. И за категории. Категории, наверное, все-таки лидируют. Категория «Хочу финиш», но также было много голосов. И за категорию «Не сбавляй темп». Как справедливо заметила одна моя зрительница, что а то работы в категории с финишами закончатся и будет она пустая. Поэтому нужно тоже продвигать работы, которые находятся в следующей категории. Ну что, переходим к выборам. Как обычно, вставляем ссылку, загружаем видео и комментарии. 230 комментариев на данный момент. Спасибо огромное всем, кто откликнулся и написал, и проголосовали, и ответили на мои вопросы. И нажимаю «Старт». Так, комментарии обрабатываются. Вот братство у нас на фоне шагает. Итак, так. Любовь Цымбалова. Мне больше нравятся правые цветы, слева более полосатые. Голосую за гортензию. Любовь, спасибо огромное за ваш комментарий. И голос выразитель мнения большого количества людей. За гортензию действительно было много голосов. Ну и правые цветочки тоже большинству понравились побольше. Ну что ж, достаем гортензию. Гортензия фирма Овен. Бесконечное лето называется. Этот дизайн прекрасный. И у меня готово вот уже одна, один бутон, одно соцветие гортензии. Да, не бутон, наверное, соцветие. И в прошлый раз я добралась до самого-самого низа работы. Вот здесь вот у нас уже все нижний край. И теперь я могу от него отталкиваться и идти вверх. Но на самом деле я буду вышивать как раз следующее соцветие. То есть вот это вот нижнее правое. Немножечко уже начала. Вот здесь белые крестики, вот эти синие крестики тоже к нему именно относятся. Потому что вот этот вот фон внизу, его, конечно, удобнее будет вышивать уже после того, как будет готова вот эта вот часть. И, соответственно, наверное, фон буду вышивать сразу и вот здесь, и вот здесь. Но до этого еще далеко. Потому что за один раз, за тысячу крестиков, конечно, здесь у меня не прибавится сразу полностью весь цветок. Прибавится только какая-то часть. Но я с удовольствием позанимаюсь этой работой. Потому что мне она нравится. Она замечательная, красивая и очень весенняя. Что сейчас тоже важно, хочется такого весеннего настроения. Но что я возьму помимо гортензии? Так как все-таки я на этой неделе хотела повышевать животных, то продолжаю заниматься именно этим. И дизайн, где у меня присутствуют именно животные, только животные, это, конечно же, лошадки от Милхилл. С удовольствием повышеваю эту работу, продвину этих лошадок. И надеюсь, что у меня уже четвертая лошадка, она полностью проявится за это время. Постараюсь ее продвинуть максимально, этот сюжет. Сделать в нем тысячу крестиков тоже было бы очень и очень здорово. Поэтому этот процесс тоже у меня будет вышиваться. Что я решила взять еще? То есть из сюжета, где у меня вот именно животные, я повышевала и лесной сэмплер, и котов с тыквами. Котов, правда, мало повышевала, но тем не менее пошила. Даже хвостик кота. И вот этот процесс тоже у меня чисто с животными, его я тоже беру. Из остальных я думала-думала и решила взять братство. Потому что, решила я, несмотря на то, что я вышивала, например, лесной сэмплер, там я животных не вышивала. Вроде бы сюжет с животными. В котах с тыквами тоже так чуть-чуть. А вот здесь у меня как раз следующий персонаж. Это будет Сэм. И он будет вести пони. И я надеюсь, что в этом сюжете я как раз вышью именно эту парочку. То есть продвину тоже нижнюю часть, надеюсь. И вот вышью Сэма с лошадкой тоже. Так что вот такие у меня планы. Да. И помимо этого, помимо этого, я все-таки, так как у меня есть некий азарт по поводу лесного сэмплера и вот этой вот удивительной ветки, я хочу ее закончить. Я, честно говоря, не смотрела, сколько там мне осталось еще вышивать. Но мне кажется, значительно меньше, чем я сделала. На ней, конечно, есть еще и бэкстич. Вот. Если вы посмотрите, да, то бэк здесь тоже есть. Но, на мой взгляд, он попроще. Я вот таким темным цветом бэк больше люблю вышивать, чем светлым, как было, например, вот здесь вот в листьях или вот здесь вот в траве. Вот этот вот бэкстич в траве мне вышивать сложно, тяжело. То есть прям напрягаюсь. А вот когда я вышиваю темный бэкстич и вот здесь будет темный, я думаю, что это будет полегче. В общем, я бы хотела дошить эту ветку. Очень надеюсь, что тоже успею это сделать. Поэтому вот такие у меня планы. Гортензия на тысячу крестиков. Милл Хилл желательно на тысячу крестиков. Здесь Сэм и Пони. И здесь дошить ветку. Планы грандиозные. Получится их выполнить или нет, вы узнаете уже очень скоро. Итак, неделька заканчивается. И давайте посмотрим, что мне еще получилось сделать. Вышивала я гортензию. И давайте посмотрим, как она у меня выглядела. Вышила я тысячу крестиков. Добавила тысячу сорок три крестика. И теперь работа выглядит вот так. Не сказать, что прям какое-то глобальное продвижение. Я думала, что это будет более заметно, более ощутимо. Но какое есть, вот здесь вот тысяча крестиков набралось. Вы видите, что появились цветочки. Вот здесь уже до верха этого соцветия тоже добралась. И здесь, наверное, не так быстро двигалась. Потому что довольно большое количество цветов намешано в этой части. Не сказать, что прям совсем по чуть-чуть. Но есть цвета, которые, вот например, может быть как-то наглядно. Но здесь вот по вот этому темному видно. Вот здесь несколько крестиков. Вот здесь группа крестиков плюс один. Вот здесь тоже есть. Здесь три штучки. И есть такие же другие цвета. Там темно-розовые вот тоже. Тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть. То есть они такими небольшими группками. Вроде не очень даже далеко друг от друга. Можно делать там протяжки под вышитыми крестиками. Где-то, не везде. Но слишком быстро, конечно, не получается. По-прежнему все нравится. Еще раз я вспомнила, как приятные ниточки Лукас мне. Все комфортно и замечательно. Поэтому дальше с этой работой, я думаю, все будет так же складываться чудесно и замечательно. Но пока мы ее откладываем. Дальше я вышивала марокканских лошадок. И тоже давайте посмотрим, как они у меня выглядели. Здесь я повышивала побольше. Вот так выглядит работа сейчас. И 1309 крестиков мне удалось сделать в этом сюжете. В этот раз вышивалось очень легко. Я бы сказала, что 1309 крестиков получились. Ну не то, чтобы прям сами собой. Но достаточно неожиданно они для меня сложились. В этот раз были довольно большие участки вышивки одним цветом. И были какие-то такие логичные участки. То есть вот здесь, видите, полоски такие видны. Здесь тоже на морде у лошади есть такие полоски. Ну и даже там, где не полоски, там тоже довольно большими участками. В гриве тоже повышивала. То есть я полностью сейчас вышила четвертую лошадку. Именно крестики я в Нисе сделала. И перешла к пятой, завершающей. Такая немножко мне зебра напоминает пока. Тёмная самая лошадка. И здесь тоже уже, ну не могу сказать, что она как-то очень читается. Хотя можно сказать, что вот здесь морда, глазик я решила ей сделать сразу. Тоже здесь вот этих цветов, которые в глазах, да, используются их совсем по чуть-чуть. И, например, вот эти вот такие голубые крестики. Вот здесь в данном случае сиреневые. Они только вот по 9, по-моему, штучек. Нет, не 9, 6. 6 крестиков вот здесь используется. 6 крестиков вот здесь голубых. Ну то есть вот совсем понемножечку. Их я тоже решила сделать. Ну и чтобы глазик сразу было видно. Вот здесь уже уши появляются. Так что с нетерпением жду, когда доберусь до бисера. А, здесь ещё бэкстич будет. Довольно много бэкстича в этой работе. И, ну, если мы говорим о мелхилле, да, там бэка, как правило, не очень много. Вот в этой работе приличное количество. Поэтому крестиков, как таковых, здесь осталось немного. Мне кажется, меньше 1000, может 700, может даже ещё меньше. Не помню сейчас точно какое-то количество бэка. Ну и довольно много бисера. Такое вот хорошее продвижение. И думаю, что в следующий раз крестик я уже точно закончу. И, может быть, бэкстич сделаю. Так что вот эта работа у меня сейчас максимально близка к финишу. Не могу сказать, что я её смогу завершить за следующий подход. Ну, хотя, как знать, да, как пойдёт. И третья работа, которую я брала на эти дни, это братство кольца. Ну, давайте тоже посмотрим, что было. Хотя я переставила раму, и, может быть, будет не очень наглядно, но сейчас работа выглядит вот так. Я говорила о том, что хочу повышивать Сэма и Пони за ним. И, в общем-то, я это сделала. Я внизу тоже зашивала вот это вот поле, землю, дорогу, не знаю, как это назвать. Поэтому у меня получился довольно большой объём. Я, честно говоря, не рассчитывала. Я думала, будет как-то поменьше. Но здесь ещё и сама всё-таки лошадка, она тоже покрупнее, чем все остальные персонажи. Поэтому получилось, что я сделала 1220. А здесь таким небольшим усилием сделала. То есть я как бы не успевала. Но вот буквально сегодня дошила. То есть у меня оставалась немножко вот в самой лошадке недошитая часть. И мне не хотелось её таким образом оставлять. Поэтому крестики все и недокрестики я тоже здесь сделала. Вот до бэкстича в этот раз не добралась. Я думаю, что, ну, может быть, в следующий раз начну с бэкстича. А может быть, уже дошью оставшегося персонажа. У нас здесь должен быть баромир. Здесь уже всё меньше и меньше остаётся вот этой сплошной такой чёрной массы. И, может быть, я вышью баромир и полностью уже сделаю бэкстич на всей этой части. Вот такое продвижение. Но так как я сдвинула, мне пришлось спрятать Гэндальфа, к сожалению. И Фродо тоже. Здесь чуть-чуть только его видно, совсем немножечко. В основном они у меня спрятались. Ну, такая получается у меня довольно большая работа. Но это за счёт каунта в основном. Вот такие продвижения у меня. Хорошие продвижения. Но надо сказать, что и процессы не самые сложные, конечно же, были. Я считаю, что неплохо у меня получилось повышевать процессы с животными. Да, конечно, процессы, которые выбирались случайным образом, вот с помощью кубика и с помощью ваших комментариев, они не вписались вот в эту общую тематику с животными. Но я думаю, что это не критично. Главное, что какие-то процессы с животными я повышевала так, как и хотела. И даже некоторые из них очень хорошо продвинула. Это приятно. И опять я забыла показать вам продвижение по лесному сэмплеру. Потому что всё-таки я закончила эту ветку вышивать. Да, здесь оставалось не так много. Особенно, что касается крестиков. По-моему, в районе 200 где-то крестиков ещё я вышила. Плюс сделала бэкстич. Но мне не нравится эта тенденция, что я забываю вам рассказывать о продвижениях. Почему-то именно здесь, в лесном сэмплере. Ветка дошита. Получилась она классная. Да, здесь огромное количество четвертинок, которые, возможно, хотели бы свести меня с ума. Но им это не удалось. Здесь как-то я даже, наверное, неожиданно легко для самой себя с ними справилась. Да, я в целом к четвертинкам отношусь достаточно спокойно. Но это количество меня хоть и напугало в начале, как-то я смогла собраться и сделать всё без особых даже усилий, я бы сказала. Лишь сосредоточенность в этом вопросе мне помогла. А больше ничего ей не понадобилось. Вот такая замечательная ветка. И я рада, что ещё один элемент в этом дизайне у меня полностью вышед. Идём дальше. Вставляю вам калаш. За эту неделю у меня получилось сделать 6500 крестиков. Это, конечно же, весьма и весьма приятно. Осталось у меня по-прежнему 12 процессов. Я половину из них не вышивала. То есть 6 именно штук не шились. Это шале, орёл, санта, грибные домики и звёздные драконы. Закон от цавинного леса. И северная сказка от золотых ручек. И 6 процессов продвинулись. И продвинулись весьма неплохо. Лесной сэмплер уже готов на 81%. И здесь осталось вышивать 7500 крестиков. Ещё совсем немножечко. И он перейдёт в категорию. Хочу финиш. Чему я буду очень и очень рада. Котики повышивались не так хорошо. Ну, менее всего из всех представленных процессов. 69% у них сейчас есть. Вышивать в них ещё примерно 3800 крестиков. Гортензия достигла отметочки 42%. Идём к половинке. Здесь ещё вышивать 8700 крестиков. Но тоже, в общем-то, уже не так далеко до перехода из одной категории в другую. Братство готово на 72%. Здесь осталось вышивать 2400. То есть уже тоже так, в общем-то, финиш виден. Марокканские лошадки готовы на 73%. И здесь, как я уже сказала, осталось вышивать меньше всего. То есть наиболее близко к финишу работа. Здесь осталось вышивать чуть менее 2000 крестиков. Ну, с учётом бэкстича и бисера, конечно же. И Баба-Яга уже имеет симпатичные 11%. Но вышивать здесь ещё 44,5 тысячи крестиков. Примерно вот так. Такие вот у меня результаты. Я довольна этой неделькой. Мне кажется, очень даже славная, замечательная она получилась. Надеюсь, что вам тоже было приятно провести со мной время. Предлагаю вам выбрать понравившуюся работу. Ну, или любую работу. Не обязательно понравившуюся. Некоторые выбирают по другому принципу. Чтобы скорее завершилась та, которая не нравится. Хотя мне кажется, про те работы, которые у меня сейчас есть, мне никто не пишет такие комментарии. Просто с некоторыми было, что типа, а давайте вот эту быстрее закончим, а то что-то она мне не очень нравится. Сейчас как-то таких нет. То ли вам все мои процессы нравятся, то ли вы по этому принципу не выбираете. Я считаю, что это нормально, без проблем. Пишите, если так, вы тоже можете выбирать. И если вы не можете выбрать какой-то конкретный процесс, тогда у нас есть категории. Их у нас три. Первая категория «Хочу финиш». Там сюжеты, где осталось вышивать менее 7 тысяч крестиков. Не сбавляй темп. Категория, где вышивать осталось от 7 до 17 тысяч крестиков. И думай о великом. Работы, в которых нужно вышить еще более 17 тысяч крестиков. Вот такие работы, такие категории. Можете выбирать любую, голосовать за любую работу или категорию. И, конечно же, я буду рада почитать ваши комментарии по поводу моих продвижений, по поводу сюжетов, работ, что нравится, что не нравится, чего вы ждете, может быть, в дальнейшем. Ах, да, опять я совсем забыла сказать важное объявление. В общем, опять объявление для тех, кто досмотрел до конца. Я планирую провести опять прямой эфир. Так вот, ну, как бы я планировала раз в месяц это делать. Стараюсь это делать раз в месяц. И на следующей неделе, во вторник, будет эфир, который будет посвящен вышивке не крестиком. То есть работы, которые вышиваются в каких-то других техниках. Давайте поговорим об этом. Может быть, вы что-то хотели бы повышивать. Может быть, что-то уже пробовали. Я подберу свои работы, которые у меня в другой технике вышивались. И обсудим с вами различные техники. Может быть, вы мне расскажете про какую-то новую технику. Можете сейчас тоже какие-то мысли, комментарии, вопросы написать на эту тему. Я попробую их сохранить и тоже как-то их осветить во время эфира. Эфир будет в 18.30 по московскому времени во вторник. Приходите, пообщаемся. И, думаю, приятно проведем время. Ну, а на сегодня это все. Всего вам самого-самого доброго. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok